Женщину не отвел в ЗАГС, не расписался с ней. Она с ним честным никогда не будет, потому что он ее обманул в этот момент. На обмане правда не строится, фундамент ложь, правда дальше нет. Для женщины жить вместе просто так означает разрушать ее жизнь. Она может согласиться, потому что выхода нет. Но для женщины жить просто так вместе означает предавать саму суть ее существования. Потому что женщина соткана из верности, а верность нуждается в подтверждении. И вот это подтверждение является роспись. То есть если мужчина расписывается, это значит, она свою верность может в него вложить, потому что он доказал ей, что он такой человек. Но если росписи нет, куда верность-то вкладывать? И женщина начинает расплываться, она теряет себя. Это постепенно происходит. То есть вы, сейчас мне не будет, не надо раскатывать жизнь в 4 года. Просто вы поймите, что сначала все было нормально. Просто потом она начала расплываться, потому что она перестала вам верить из-за вот этого поступка. Я понимаю, сейчас, скажем так, до последнего, когда мы были вместе, пока мы были вместе, был, наверное, другой молодой человек. А потому что нет уверенности. То есть женщина не уверенна, она боится. Страх рождает сомнения. Сомнения вызывают другого человека. Мужчины, поэтому я вам всем говорю, дорогие мои друзья, если вы женщину не берете сразу замуж, прошло полгода, вы пообщались, уже поняли друг друга. Дальше, вы говорите, ну, поженимся чуть попозже. Все уже, как бы, уже часики до моклого меча начали тикать. Она будет ждать. Но это ожидание будет означать жесть. Вот. Потом дальше, вы решили с ней, уже, как бы, она к вам привязалась, она не может быть отдельно. Но вы говорите, мы не будем расписываться, мы будем просто жить вместе. Жесть будет сильнее. И женщина, может, не хочет этого, понимаете? Так действует через нее судьба. Поэтому женщинами судить нельзя. Женщина только внешне такая хорошенькая. А внутри – это суть судьбы. Женщина рожает, женщина забирает жизнь. Если вы видели тонкий мир, вы видели эту женщину в белых одеждах, которая приходит к человеку, чтобы вытащить душу из тела. Это все женщины. И даже сами женщины себя боятся за это. Например, если у женщины есть муж, она больше всего боится других женщин, которые могут его вырвать из отношений. Поэтому с женщинами надо быть очень осторожными. Вы сейчас страдаете из-за незнания вот этого вопроса. Вот только из-за этого. Все. Не потому, что у вас плохая судьба, вы не можете найти себе человека, который бы вам был верный и честный. Вы докажите свою верность сначала. А потом девушка вторая, которую вы нашли, хорошая, верная. Она не предательница, с которой вы жили. Не первая жена, а вторая. Не предательница. Она очень честный и порядочный человек. Но из-за того, что вы поступили неправильно, вы развили в ней этим поступком вот это поведение. Оно развивалось постепенно, со временем. Сначала она терпела, она скрипела зубами, что такая жизнь. Но потом дальше ее повело с пути истины. Потому что женщина должна иметь устойчивость к жизни. Если нет устойчивости, она не может функционировать по своей природе. То есть для того, чтобы она была верной, ей надо доказать, что ты гарантируешь ей заботу на всю жизнь. Она на эту гарантию уже свою верность приковывает. Но если ты не гарантируешь, то она начинает меняться постепенно. И вот если сейчас смотреть на эту девушку, да, то, что сейчас произошло, она, смотрите, она даже с вами поговорить не может. Знаете почему? Потому что она в шоке сама от того, что она сделала. Она с вами не может поговорить, она не может себе признаться в этом поступке, то, что произошло, понимаете. Она в шоке находится. Но фундаментом этого поступка явилось то, что вы сделали с ней в самом начале. Поэтому будьте осторожны. Нужны правила. Нужно знать, как правильно себя вести, иначе потом может привести к краху жизни. Сейчас ваше сердце разрушено. Вы как бы чувствуете, что вы потеряли хорошего, верного человека в жизни, которого надо было сразу к себе приклеивать, брать замуж, делать все правильно. Вы получили науку в жизни. Правда? Ничего страшного. Жизнь предназначена для учебы. Не волнуйтесь. Вы ничего не потеряли. Все будет хорошо. Дальше надо раскаяться в этом поступке. Вернете ли вы себе этого человека? Нет. Это невозможно. Потому что она... Ну, назад в трясину никто не полезет, понимаете. Ну, то есть, надо было сразу себя правильно вести, чтобы была... Ну, женщина перестает верить человеку, то все, она уже назад, дороги нет, все. Вернуть практически невозможно. Ну, может, я даю вам 15% на то, что она вернется. Лучше молиться, раскаиваться и идти дальше в жизни. Не застревать там на том, что вы потеряли. Вы потеряли то, что вам надо было, это факт. Но вы с этим не справились, у вас не было знаний. Поэтому ничего страшного. Просто вставать на ноги и идти дальше, и не надо страдать. В стресс не входите, не губите свою жизнь. Хорошо? Простите себе, простите ей. Незнание разрушает жизнь, это факт. Страдания могут быть колоссальными. Надо встать и идти дальше. Иначе что делать? Как жить?